Продолжение следует... 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 И для нас, Бог, и святей, и причистей, и благословений, славей, Иваныча Цернаше Богу, Родице, и присновей, и подней, и святой, и святой, и святой, и святой. И для нас, Бог, и святой, 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 и св Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok вчера вечером была прославлена в лике местно чтимых святых, Волгоградская метрополия. Событие для нас это очень отрадно, это мало сказать. Оно наполняет нас большой, огромной духовной радостью. Эта духовная радость, она может быть внешне не выражаться в каких-то таких вот особенных торжествах. Как часто привыкли такие какие-то события делать именно люди светские. Здесь в церковной среде, особенно в монашестве, это события, а быть такие события, или великие события прежде всего, конечно, они празднуются совершением молитвы. И самое главное в моих словах в нашем богослужебном уставе это совершение Божественной Литургии. И вот сегодня очень радостно было здесь, Матушка, вот совершить в обители Спаса Преображенской здесь Божественной Литургии вместе с вами, потому что вы тоже молились. Священники молились около престола, вы молились здесь, уже сердце ваше было на полной радости, как у вас, как у ваших сестер. Я думаю, что эта радость, она постепенно и передается, и стала передаваться, и передаться тем людям, которые будут приезжать и приезжают в эту обитель. Матушка Арсения – это великий человек. Теперь уже можно прибавлять в ней слово святая. Великий именно по своему служению, как игумени монастыря, как строительница, как просто настоящего православного человека, с большой буквы. Совсем молодой девушкой она воспылала служить Богу. Папа ее, Василий Михайлович Сребряков, он особенно не хотел свою любимую дочь Анну отпускать в монастырь. Он думал подобрать ей здесь хорошую и замечательную пару в миру среди дворян высшего общества. Но она не захотела, она попросила отца об одном, чтобы служить Богу. Девушка-то была молодая, на выданье, на загляденье невесты была. Красивая очень, обладающая замечательными знаниями, образованием. И вдруг она возжелала уйти в монастырь. Это было поразительно. Даже в то время, когда для таких людей готовилась совсем другая жизнь, другое поприще. А вот она так захотела, именно возжелала уйти в монастырь. Ее многие не понимали, даже близкие родственники ее не понимали. Папа ее очень хорошо понимал, но он очень ее любил. И отпускать ему было очень трудно. Вот попробуйте от себя оторвать самое дорогое, которое рядом с вами находится. Которое скажет, «Вот я сейчас ухожу, папа или мама, в ваше чадо, которое вы положили в душу, вы думали о совсем другое, об этом, об своем чаде, что вырастет он или тем, или она вырастет тем-то, тем. А вдруг она или он выбирает совсем другой путь, который вы даже не ожидали. А вы еще думаете, особенно люди светские думают, что уходя в монастырь, человек совсем покидает близких своих. Но он не покидает, он никуда не уходит, он близко остается. Просто он начинает служить главному, служить Богу. И отец, человек очень неверующий, для него тоже было очень трудно расстаться со своей дочкой. И только после другой попытки он дал именно молодой девушке Анне ее опять просьбу к своему отцу, служить Богу, уйти в монастырь, он только дал согласие. Отрывает себя, любимое свое чадо, на которое он ставил именно не только просто какую-то к ставку внешнюю благополучие. Нет. Он на другом думал. Он был человек очень верующим, благочестивым человеком, жил-то недалеко отсюда. Это вот сегодняшний город Михайловка, в Среброво такой станции, вот там их поместье находилось. Там сейчас и могилочка находится, и его, Василия Михайловича, и супруги его, Марии, где они почили, где они лежат вместе, там они почили. А дочка приехала сюда и отдала себя к послушанию простой женщине. Совершенно простой, даже грубоватой на вид. Она почувствовала, ну это молодая девушка, что у этой простой, казалось бы, грубоватой женщины простого происхождения, она может научиться очень многому. основам духовной жизни, основам аскетизма, основам монашества. И она прилепилась к этой женщине, к этой схемонахине, Ардалионе. А, как я уже говорил, что она была довольно-таки очень строгая, но это же картолёвая. И говорила приходящим сестрам, вот что вы приходите ко мне и спрашиваете, если ничего не исполняете? Врачи вы ко мне приходите тогда? И вот Анна поняла, что не просто надо слушать слова и слушать какие-то мудрости и духовные, даже высокие мудрости этого человека. А прежде всего надо исполнять. И она стала исполнять. И матушка стала учить её очень таким простым, именно, но очень важным вещам монашеской жизни, важным моментам монашеской жизни, духовной жизни, не прилепляться ни к чему. А если приходится с чем-то расставаться, то надо расставаться спокойно. И она этому научила. И научилась этому сама ягодная Арсения. Трудно ей было, очень трудно. Ведь в первые годы она не пропустила ни одного богослужения, находясь на очень трудных послушаниях. А ведь богослужение здесь начиналось тогда в 3 часа утра. Вот вы представьте, да, кто сейчас у нас в 3 часа утра встанет, чтобы Богу помолиться. Вот она каждый день вставала в 3 часа утра, несмотря на то, что были послушания, серьёзные послушания, здесь в мунистре тяжёлые послушания. Она вставала и вспоминала, мне было очень тяжело, хотелось очень спать, обойду я из церкви на воздух, обойду я вокруг храма несколько раз. Смотришь, и сон ушёл. Вот так она себя воспитывала. Воспитывала в аскетическом действии, именно внешнем сначала. А потом пришло уже внутреннее сознание, что прежде всего надо творить себе внутреннего человека, искореняя себя внутренней гнилью, внутреннюю пагубу, которая есть в каждом из нас. И она учила так же своих сестёр, будучи именно настоящей матерью, прилагая огромные усилия к исправлению каждого из них. Этот известный случай, когда одна монашечка была обуреваемой грехом пьянства. Тут пила она и всё. Это становилось известно в округе. И вот матушка пригласила её к себе, а та испугалась. Конечно, страшно, что она же понимает, она же понимала, что грех твой, и пригласила её к себе. И говорит, матушка такая, ты, пожалуйста, если тебе очень хочется выпить, ты приди ко мне и посиди со мной. Лучше я тебе налью. Но не ходи ты никуда, не выходи ты никуда, не бегай ты куда-то, к кому-то, за этим злым зелёным зелёным. Вот поразительно, и те сёстры, которые именно, можно сказать, презирали эту, казалось бы, упавшую монахиню, вдруг увидели, что эта монахиня восстала, и уже со временем практически перестала прибегать к этому греховному образу жизни. Вот так, на простом примере своей огромной любовью, терпением, своей, можно сказать, положением, потому что многие осуждали её за это. Осуждали свои гумни, как она принимает такой пьяничный. Ещё сидит с ней там, сёстры осуждают. Она не испугалась такого осуждения. Конечно, венцом её, именно вот внешнего, внешнего, такого вот, внешней монашеской жизни, игуменской жизни, это, конечно, вот этот Казанский собор, в котором мы сейчас находимся, Казанский храм, в честь иконы Казанской Божьей Матери. И она начала строить его, сама строить, вот, с помощью добрых людей. И вот, видите, мы сейчас, слава Богу, находимся в этом великолепном соборе и совершаем Божественную Литургию именно в первый день после прославления нашей Игумене Руссении великих местных чтимых святых. Матушка, Вы сейчас вошли с Вашими сёстрами на историю. Вы сами этого не понимали. но, это так и ключево, что Господь Вам, Вам и сёстрам, верен и Вам увидели, дал такое счастье. Счастье именно нам. Дождаться этого момента, который очень многие ждали. До Вас многие ждали. Очень многие этого хотели, потому что ещё до прославления Матушку уже давно знали по её жизни, по её духовным именно по учениям, по её писам духовным, по её просто рассуждениям, её все давно уже знают. И вот, и ждали, когда же это событие произойдёт. Но, Господь даёт событие совершиться каждому тогда, когда это нужно. я думаю, это так, чтобы пришло время, нынешнее время, когда именно мы можем достойно прославить, уже прославили, Матушку Георгию, Матушку Арсению, Матушка Георгию сейчас произойдёт очень много трудов. Матушку Арсению и сейчас очень важно, я думаю, нам, всем, дорогие мои, осознать, что в этом огромном труде, в этом событии принимали участие много, много людей. И они своим вот таким трудом, может быть, небольшим капельник они влагали небольшой кирпичик для того, чтобы именно случилось такое прославление. Сначала в реке местных чтимых святых, потом Божьей помощи дождёмся, загадывать не будем, нам это сейчас и не надо загадывать, мы с вами не для того здесь находимся, мы уже этому раду собираем. И мы должны, конечно, потрудиться, чтобы именно это событие, которое ещё произойдёт торжественно, было у нас именно не только просто как каким-то вот ... не только ... не только ... не только ... Продолжение следует...